Турпляж Хортицы стал в минувшие выходные ареной для ежегодного запорожского ленд-арт-фестиваля. Мероприятие проводится в пятый раз и уже успело стать одним из заметных явлений украинского искусства на природе. Чем удивляли художники на этот раз, видел Артур Туркин. Камни, обмотанные ниткой, цветная дырка в песке, на воде бумажный кораблик. Все вместе искусство взаимодействия с природой или ленд-арт. Вот эти большие песочные яйца на самом деле рыбья икра. Символ жизни и начало-начал. Так ее увидели представители лаборатории актуального творчества из Винницы. Приехали, посмотрели на условия и выбрали игру. У нас был, конечно, другой объект, но так как, понимаете, ленд-арт, он зависит не от человека, а от природы, потому что ленд – это земля, и арт – это искусство. Природа диктует свои правила, а мы уже подчиняемся, играем с ней. Желтые колеса на скале – это группа жетон, реализует идею опять-таки винницкого автора. Кто-то раскладывает задрапированных манекенов на песке, другие пытаются соединить в одном объекте сразу несколько стихий. Подсказку подсказало само дерево, склонившееся в Днепр. То есть момент, который остался только дополнить и организовать это все. То есть показано объединение стихий воды, земли, камня и огня с воздухом. Игорь Насеткин придумал пломбировать дупло деревьев песком. При помощи простого инструмента тут же высекает лик обитателя леса. Для надежности скрепляет произведение водой с клеем. Хочу донести людям, чтобы они берегли природу. Запрошский фестиваль уже вошел в антологию украинского ленд-арта. По сути, таких фестивалей в Украине всего пять. В этом году какую-то особую концепцию изобретать не стали. Решили объединить на одной территории спорт, искусство и развлечение. Объединялись мы одной территории, чтобы публике было интересно посмотреть на то, как проводят время молодые люди в соревнованиях и в художествах на природе. Организаторы галереи «Ленин» отметились не только фестивалем, но и ленинским субботником. Убрали мусор и провели мастер-класс по стиранию надписей со скал. Оказалось, чтобы убрать то, что написали за несколько секунд, понадобится не один час.